Доступное жилье доступно каждому. Сегодня караганинские власти обсудили несколько направлений реализации государственной программы «Доступное жилье-2020». Чиновники говорят, что население мало осведомлено о том, что жилье можно получить с помощью государства. Подробнее расскажет Дана Марат. Очень удобный механизм. Те же самые защищаемые свои населения, которые стоят у нас очень, и большинство. Как раз-таки они же заинтересованы. Но сегодня человек получил квартиру, через месяц он уже думает, как бы эта квартира стала его собственностью. Правильно? Здесь очень хороший механизм, очень хорошие. Такие же процентные ставки. 4,5%. Если он берет кредит, условия практически идеальны. И это новая программа, это о том, о чем говорит президент все по сегодняшнему. А именно с последующим годом. Жилье, дом, квартира для каждого константа – это первостепенный вопрос. Это прочная основа личной жизни и хорошего климата в семье, без которой благополучие и производительность труда просто невозможны. Отметил в своей программе статье президент Нурслан Назарбаев. Именно по инициативе главы государства с 1 июля 2012 года вступила в жизнь программа «Доступное жилье-2020», задачи которой разносторонние. Это и решение проблемы строительства, и доступность жилья, и создание полноценного рынка. По словам специалистов, на такое жилье мог претендовать любой житель нашей страны. В ходе заседания заместитель и председатель управления Казахстанской жилищной и строительной корпорации Руслан Кусаинов подробнее рассказал об условиях и стоимости, а также как будут распределяться квартиры арендного жилья с последующим выкупом. Стоимость аренды примерно в вашей площадке будет создать около 97 евро, например, для обслуживания. Списки очередников, что происходит в этом году, какие после этого проверяют на платежеспособность. Если все нормально, тогда распределение уже в месяц, что он приможет распространять. А вот о планах на будущее касательно строительства рассказал советник-председателя Казахстанской строительной корпорации Карат Смогулов. По этой программе, ведь ее задача еще помимо всего, это стимулирование строительной индустрии. Предполагается строительный дом строительного комбината, это в будущем, чтобы были типовые проекты, чтобы была скорость строительства, чтобы было удешевление и так далее. Дана Марат, Олеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.